Всем привет от нашей семьи! Открою железы, чтобы было получше видно. Получше видно, какая блондинка. Вчера была в парикмахерской. Полинка тоже со мной была на кончике. Подровняла немножечко. Я не стриглась. Сейчас длину отращиваю. Но я готова к новому году. Что у меня? Сапог. Где сапог? Там сапог. Какой сапог? Достаточно светленькая. Мне очень нравится. Помыть посуду хочешь? Сейчас. Мы уже с детками съездили в магазин. Время еще не 12. Приехали. Мандарин набрали в лиду. И я сейчас готовлю обед. Почистила картошку. Сейчас я буду ее резать. Сделаем пирешечку. Просто вареную картошку? Не, пюре сделаем. Ты не хочешь пюре? Ты хочешь просто вареную картошку? Что-то ты мне сейчас все планы сбил. Точно? Да. Ну ладно. Надо помыть картошку. Ты точно пюре не хочешь? Надо помыть картошку. Ну ладно. Лишь бы ты ел. Я просто сегодня... А, ну наших детей начались каникулы. Сегодня Макса тоже не повели, потому что нам на елочку. И... Ой, дождь на улице такой, смотри. Ну, кстати, уже все. Вот такое вот зеленое. Весна. И все. Мы детям сделали каникулы. Они отдыхают. И я сегодня прям заморочилась. Надо все, чтобы было готово на завтрак, на обед, на ужин, чтобы они кушали, чтобы все было. Так они полдня были в садике в школе, но сейчас... А вы сами знаете, как у нас по питанию. Этот не ест одно, другой не ест другое. Хочется... А я бы хотела приготовить вот это. И понимаю, что есть это никто не будет. Ну, сегодня что я сготовлю, то сготовлю. И я им сказала. Или вы мне помогаете с советами, что вы хотите. Если не помогаете с советами, я готовлю сама то, что посчитаю нужным. Не хотите есть, не получаете никакие вкусняшки. Посмотрю, что сработает. Уставила камеру, но здесь не упадет. Так, картошку ставлю. Раз, у нас не будет никакого пюре. Давайте здесь даже на большой раз посолим. Я думала, пюре мне захотят. По крайней мере, я утром говорила, что будет пюре делать. Ну ладно. Хотела рассказать, сказать, ребят. Сейчас вернусь. Вчера влог не снимали. Должны понять, предновогодняя света. Туда, сюда, в один магазин, во второй магазин. Там, к этим заехал, поздравил, к этим заехал, поздравил. Ну, короче. И ты понимаешь, что вроде бы можно что-то снять. Но ты весь как бы в мыслях в этом. И готовишься. Что-то там думаешь, придумываешь. И как будто бы, в общем, не хочется грузить каким-то днем, чтобы... Ну, день сурка у нас сейчас получается. И вас этим грузить не очень хочется. Поэтому, когда мы понимаем, что, ну, вроде бы этот день будет точно такой же, как вчерашний, мы не снимаем. Вот. Сейчас я буду резать меленько куриное филе. Буду делать рубленые котлетки. Я не могу сказать, что дети их очень любят. Сейчас опять скажут. Вот, котлеты необычные, котлеты куриные. Но мы давно не делали. Я хочу приготовить. Для них еще нужен сыр. Яйца. Нужен, с другой стороны, я люблю добавлять сюда укроп. Не покрылись мурашками? Но не добавляю, потому что, ну, детям это не понравится. Муку туда немножко, ложечка, парочку ложечек. И на ваш вкус или майонез, или сметана, или, если диета, какой-нибудь там греческий йогурт. Что-то такое. Ну, и специи. Все. Сейчас самое долгое будет это мелко-мелко-мелко поедать филе. Так, товарищи. Намешала я свое куриное филе. Все, что я перечислила, я смешиваю. И можно будет уже жарить. Как сюда укропчика хочется. Ну, я купила петрушку, чтобы прикуску просто. А то зелени хочется. Но сюда рекомендую, если у вас дети едят, и их не будет смущать, укроп добавить сюда, прям внутрь укропчик. И специи у меня соль, перец, и сухой чеснок. Все. Все, буду жарить. Жарим просто с ложки. Это очень удобно. На небольшом огне. Рассказывайте, товарищи. Вы уже к Новому году подготовились. И еще хотела спросить, когда к вам чаще всего приходит мороз. 31 вечером, ночью, 31 днем или 1. Вот какая у вас семейная традиция. Интересно почитать. Потому что у нас с самого моего детства и вообще в окружении, мне кажется, именно в нашем окружении, ни у кого не приходит мороз 1. У всех приходит именно 31 к вечеру. Там уже смотря сколько у детей терпения. Ну, родители это видят. Или, может быть, у вас на Рождество больше вы поздравляете друг друга. Тоже напишите. Все, ядры жарить. Берем ложечку и выкладываем. Жарятся, в принципе, они быстро. Куриное филе, ну, вы знаете сами. Полина у меня еще попросила чебуреки. Но я думаю, где-то, может быть, в воскресенье мы их сделаем. Когда будет готово, я вам покажу. Так, котлетки готовы. Детям уже положила с картошечкой. Остальное дожаривается. Себе положила с морковкой. Что-то сырых овощей захотелось. И зелени. Всем приятного аппетита. Чуть камеру не забыли. Включайте свет. Дет, мы собрались. Джинсы наверх поднимай. Дети готовы. Там мы встретимся с Кирюшей. Пьем кофе прям на ходу. Прошло с обеда пару часов. Просто отдыхали. Ничего не делали. А кого это мы тут встретили? По дороге на еночку. Что, ребят, видите? Кто это впереди едет? Кто это едет на черном бумере? Кирилл едет, да? Да, папочка едет. Так, 20 минут у нас. Сейчас найдем местечко. Припаркуемся. Билеты я скачала. Все хорошо, все в порядке. И встречаемся с вами уже там. Так, мы вообще тут по объездными пыльцами. Там был кирпич. Здесь происходит ярмарка. Merry Christmas. Видите? Все, рождественская зима светку ярмарка. Машину мы закрыли. И чтобы нам два места найти, во-первых, все объехать надо было. Смотрите. Ну, у нас еще есть время. Сейчас немножечко поснимаем. Вот наш папа. И всем привет! Это влог от Черного. Он в шоке, да, что я влог сегодня снимаю. Я в руке камера. Да. Я по леночке передала вот такую вот конфетку. Баунти мои любимые. Я говорю, здесь ярмарка. Там все кирпичи, да. Все вообще. Машину негде поставить. Так, ну мы... У меня как бы все в бизнесе. Я даже не знаю, заходить нам или нет на ярмарку. Они, по идее, всегда абсолютно одинаковые. Ничем абсолютно не отличаются. Ну, может быть, только количеством. Иногда поменьше, иногда побольше представителей, да. Ну, вообще классно, конечно. Такой движ, Париж, все дела. Возле елочки, на фоне. И красота. Вот здесь как бы проезжая часть, видите, все перекрыто. Поэтому мы тут круги наяривали. Так, это наш оставшийся снег. Ну, ребят, очень неудобно. Я уже упаковала все свои ключи. Осторожно, забери карту тоже у меня. Положим, да. Все, и мы ждем вас здесь, мальчики. Пойдем посмотрим, что там есть. Не надо, Максюшка, ты сейчас весь перепачкаешься. Мы на елочку идем. Джинсы будут мокрые. Вау, посмотри, прям с багажника. Там уже кофе. Сейчас как глинтвей накупим. И на елку. Нет? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вай-ой-ой, нет? Смотри. Музыка. Что? Ага. Это чтобы никто не плюнул, Поль. Ну, классно. Куда идти, знаете, ребят? Вот сюда, в одном латышского общества. Вот сюда прям. Здесь, смотрите, здесь музыка. Здесь можно купить диски. Класс. Шокия, конечно. Диски. О, мой бог. Диски, зай, продают. Как мы с тобой когда-то на базаре в Риге покупали диски. Ты помнишь? Какая музыка. Сережечки. Шляпки с латышским орнаментом. Что здесь? Что, ну, что, как обычно? Подожди, а вы уже пошли? А я думала, может, глинтвейн накупить. Глинтвейна. Все, заходим. Вау! Там самый высокий Дед Мороз в мире. Он уже здесь. Пойдем. Смотрите. А вы еще не видите. А где билеты показывать? Покажите мне. В телефоне билеты. Смотри, какой Дед Мороз. Макс, ты в шоке? Смотри. А что он худой-то? Худой? А если бы он был побольше, он бы не это самое. Так выглядит странно. Все, заходим, раздеваемся. Нет, ребят? Максилка вообще еще не успели в зал зайти, он уже весь стесняется. Народа не много. Не будет, там же будет здесь очень интересно. Это 20-й шубедричный набор. Здесь Полиночка первый раз, Максимка тем более первый раз. А знаете, сколько я раз в этом зале был? Я здесь много раз выступал, когда занимался больными танцами. Да, кстати, и Моника, и Миленко. Стенки это родные мне. Эти люстры здесь очень красивые. Да? Можем? А можем вон там, нет? Или вон там можем, да? А теперь Покажите на танцах. Руки, пятки и уши. Руки, пятки и уши. Руки, пятки и уши. Ленин. Руки, пятки и уши. Руки, делай. Попробуем. Хорош. Покажите, ребята тут крутые. Как привет! Аааа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Короче, с дождем не очень приятно. Верните, пожалуйста, снег, метель, сугробы. Я вас очень прошу, кто-нибудь. Готовишь, готовишь полдня, а не в стритфуд хотим. Короче, с вами кашу не сваришь, мальчики и девочки. Да, конечно, подстрекатели все. Наш любимый стол. Да, можно. Который раз вы уже здесь, да? Что вы хотите? Выбор большой. Так, мы здесь ели вот такую, такую и теперь такую. Снизу начинаем. Бокс такой. Алина заказала с Максом картошку и вот такие сырные палочки. Привет! Привет! А, ты приехал? Так, смотрим. Наши, что меня постоянно ругает, когда я беру камеру, у меня нету зума. И поэтому она нам говорит, чтобы я сначала сделал камеру на себя, а потом... Да, Максимка показывает, что у него новая машина на пульте управления BMW. Ага. Ну, а мы находим... Ну, Полиночка тоже вам что-то хочет показать. А включи светонжей, Полиночка. А включи светонжей, Полиночка. Сейчас, вот видите, да. Вот, смотрите, у нас, у нас вот это мусор. Да, это нужно брать и выкидывать с магазина все время. Ну, показывай. Вот у Кольки такая новая игрушечка. Ну, а мы, смотрите, что мы делаем. Настюша мажет березово белых хлебушек. Поднагрел, нормально. Давай я сделаю. Взяла хлебушек. Я хочу, чтобы ты намазалась, понимаешь? Уууу, давай я это сделаю. Я просто люблю, когда масло не режется, а мажется. Да, хорошо. Сейчас я подогреваю себе ужин и тогда я подогреваю масло с лицом. У нас может еще икра. Спрашивали в комментариях, я не успеваю ответить. На блоге некогда подписывать, а на комментарии тоже некогда ответить. Что-то особенно. Мы читали через Ригу. Ну, много точек. Вам надо найти свою. Пап! И все. Про икру в магазине. Я сейчас просто... Не то, чтобы еще информация не попадается, я обращаю на эту информацию внимание. Про магазины. Магазины я пробую, что в Риме, в Максиме, там акции бывают. Достаточно? Кто как говорит. Кто-то советует, кто-то нет. Поэтому я не могу ничего сказать про это. Ну, а теперь мы масло разогрели. О, да, спасибо, что я сейчас с картошечкой и с котлетками покушаю. Очень вкусно. Мы, конечно, поели очень вкусно, но уже прошло 2 часа, и мне захотелось что-то еще кушать. Ну, намазала? Мне 2 прошло. Сколько прошло? Как мы поели, прошло уже часа 4. Да ладно, вот время бежит. Все, давай, намажь. И давай, открывай и намазывай. С января обязательно на диету. В декабре перед праздниками некогда. В этом году без диеты. Некогда, поэтому полдесятого едим бутики с икрой. Ну, хорошо, как не в тот раз 200 грамм сожрали с батоном. Хочется, надо кушать. А тут хотя бы себе так, по 2 бутерброда сделали. Поскромничали, потому что поздно. Я за это. Хочется, надо кушать. 11-12 час. Это называется, слышь, интуитивное питание. Все. Все, давайте, на сегодня, на этой позитивной ноте. Увидимся с вами завтра, а может быть, послезавтра. Давайте, как будет у нас время.